Продолжение следует... Вы знаете, вы приехали, как говорят, духовный центр Русской Православной Церкви. Ну, это возвышенные, конечно, фразы, которые всегда нужно понимать именно в этом смысле, что они возвышенные. И в Московской Духовной Академии тоже понимаете, что мы не понимаем, что такое духовную, но в богословской, по крайней мере. Ну, а почему она называется духовной? Я, может быть, всё-таки скажу несколько слов, чтобы у вас не было никаких недоразумений. Дело совсем не в том, что эта школа духовная, а в том, что цель её в том состоит, чтобы те, которые поступают сюда, обучаются, как-то воспитываются, чтобы поняли, что это такое духовное, немножко прикоснулись к тому, что мы называем духовным, узнали путь к этому и могли затем уже в той мере, в какой они усвоят всё это, передать другим. Вот по какой причине. Ну, не думайте, что все, кто здесь, духовные, особенно профессора. О чём идёт, собственно, речь? Мы очень часто религию понимаем как некий аналог культурной жизни человека, как некую его своеобразную сторону, которая сопряжена так же, как, кстати, и светская жизнь, с определённой культурой, с определённым церемониалом, внешними формами поведения, определённым, если хотите, укладом жизни. Но это же всё мы встречаем во всех религиях и в светской жизни. И именно понимаем, то есть, религию как некий внешний определённый феномен, ну, что ли, цивилизации, жизни народа, жизни общества. Это сплошь и рядом именно так смотрят на религию. Я вам скажу, что это глубочайшая ошибка, которая, по-видимому, и приносит соответствующие плоды даже для тех людей, которые, кажется, вступают в церковь, принадлежат к ней, что-то делают так, как говорит церковь. И вы знаете, всё это делая, можно остаться вне церкви, вне религии. Религия, христианство и православие – это совсем не внешняя вот эта вот сторона жизни, нашей человеческой жизни. Совсем нет. Скажу проще. Видите, электричество горит. Почему? Вот там нажали выключатель. Контакт установили, и загорелся свет. До тех пор, пока контакта не будет, света не будет. В религии мы подразумеваем два вот этих начала. Выключатель – это человеческая свобода, это человеческая личность, это я. Я могу включить свой контакт с Богом или нет. Более того, скажу вам, полностью это зависит от человека. А знаете почему? Потому что христианство говорит, что Бог – это и есть любовь. А вы знаете, каким свойством характеризуется любовь? Как только вы сказали «любовь», вы сказали «раб». Это рабство кому? Тому, на которого любовь направлена. По любви всё сделает человек, жизнь даже отдаст. Вы слышите? Вот что содержится в этом потрясающем слове «любовь». Всё отдаст. Это раб. Бог есть любовь. И Он целиком и полностью действует своим промыслом, в чём Он и состоит, это промысл, кстати. В чём состоит? В том, что Он для каждого человека создаёт наилучшую ситуацию, наилучшую, так, в которой человек мог осуществить свою свободу. свою свободу. И всегда Бог поступает по отношению к человеку, как в полном соответствии с теми изменениями духовного порядка, которые происходят в человеке. Кстати, простой жизненный пример. Если врач действительно – это человек любвеобильный, что он делает? Он в полной рабской зависимости от состояния больного. Ухудшение – он понимает такие-то меры. Улучшение – он снимает нагрузки. Он полностью зависит от состояния человека. Так и божественное действие на нас или божественный промысл, о котором так много подчас говорят, полностью обусловлен чем? Нами, мною. Вы слышите? Мною божественное действие определяется мною по отношению ко мне. Вот что такое, оказывается, любовь божественная. Это не что-то самодействующее, независимо от человека. Я вижу, им полезно. Он корчится, кричит, стой, паршивец, зашиворот и в рай. Нет. Иначе мы все бы давно были в раю. Да, нет. Человек – богоподобное существо, обладает свободой. Без свободы – это не человек. Так вот, оказывается, когда мы говорим о духовной стороне жизни, о религии, о религии говорим, мы о чем говорим? Именно о том внутреннем мире человека, который, этот мир, обуславливается прежде всего самим человеком. Знаете, как вот такой был великий подвижник древности, Макарий Великий, который очень хорошую сказал фразу, выражая вот эту потрясающую идею, идею, если хотите, зависимости Бога от человека. Вы слышите, какие страшные фразы? В общем, тут же сжечь надо. Зависимость Бога от человека. Он как сказал, дай мне медный обл. Медный обл – это полкопейки в переводе на царские, может быть, деньги, а, может, и на наши. Правда, у нас нет сейчас полкопейки. Дай мне медный обл, я тебе отсыплю тысячи талантов. Талант – это мера веса. Талант золота, знаете, сколько весит? Около 50 килограмм. Я тебе тысячи талантов, да дай мне этот медный обл. Вы знаете, какая мысль это была? Совершенно потрясающая мысль высказана. Мы свободны в своем желании. Мы свободны в своей решимости. Населенки-то у нас на полкопейки. Но дай мне эти полкопейки. Честно, от всего сердца, от всей души я тебе дам несметные богатства. Вот примерно какое соотношение между человеком и Богом. Бог ведь ждет прояви свою ответную любовь. Хоть чуть-чуть. Я никакого насилия к тебе не применяю. Ты свободен и не могу применить. Но ты можешь оказать ответную любовь. Мне можешь не оказать. Вот духовная школа. Значит, вы поняли. Это по цели, а не по состоянию. Она называется духовной этой школой. И вот здесь мы пытаемся разобрать вот прежде всего самые основные понятия. И прежде всего вот это понятие духовности. Кто только сейчас не говорит, Господи, об этой духовности. И сумасшедшие, и маньяки, и в прелести, и, наверное, праведники величайшие, и политики. Кому лень? Кому не лень? Что это такое? И чего только под ней не подразумевают? И образованность, и эрудиции, и умение вести себя, культура поведения. Господи! Чего только напридумали! сразу этим показывает, что, оказывается, духа-то и не видит, кожу видит. Как у Шекспира, знаете, в санете в одной. Глаза рисует тело лишь одно, а душу ему видеть не дано. Точно сказал. Верно. Вот, к сожалению, также и духовность пытается определить, как вот то, что глаза рисуют и больше ничего. В чём состоит духовность с православной точки зрения? Кстати, именно подчёркиваю, даже не с христианской, увы, в наше время уже невозможно говорить о христианской. Вы знаете, до чего уже мы дошли? Уже о христианской не можем говорить. И когда мы употребляем это слово христианское в стенах, например, православных стенах, то мы говорим о чём? О чём говорим? Именно о православии говорим, а не о христианстве. Христианство, видите, рассыпалось. Увы, рассыпалось. И чего только сейчас под флагом христианства не выдают. Кошмар есть полный. Так вот, если говорить о православном понимании духовности, почему о духовности я говорю-то? Нет религии без этого. Религия – это не манекен, религия – это не костюм какой угодный красивый. Костюм дёрнули, а человека-то и нет. Костюм сняли, а там обезьяна. И отпрыгнули. Какой ужас! А костюм такой красивый, боже мой! А там орангутанг. Замечательно! А мы-то думали, восхищались. Ой-ёй-ёй, боже, какая пышность, какой церемониал, какие облачения, облачения, какие ходы-выходы, какие митры и так далее. Всё это... Ой-ой-ой! Всё это было в дохристианскую эпоху, всё это было в язычестве. Какие крестные хода были! О, что вы! Правда, только они назывались не крестными, естественно. Естественно. Но какие церемонии торжественные! Всё это было! Разве в этом религии, что ли? Под духовностью в православии, разумеется, совершенно другое. Бог есть дух. Вот норма того, что мы называем духом и духовностью. Вот норма. В христианстве эта норма определяется каким образом? Плод духовный есть, пишет апостол Павел. Любовь прежде всего. То есть желание, желание блага каждому человеку. Не думайте, что любовь вот в нашем состоянии это уже чувство. Да избавит Бог возбуждать себе искусственно эти чувства. Не возбуждать надо, а относиться надо по совести к человеку так, как сказано. Поступай по отношению к другому так, как хочешь, чтобы поступали к тебе. Любовь, пишет апостол Павел, прежде всего. Радость, вы слышите, какие вещи проистекают, когда мы по совести относимся ко всему и ко всем. Мир, что в нашей душе творится? Суета. Непривная суета. Непривная. Человек не может остаться самим собой. Успокоится. В лес приехал, быстрее, то запускает эту адскую музыку. Какой ему там птички, лес? Нет, рам-барарам. Думаешь, боже мой, бедный. Он же не может остаться самим собой. Ему надо давить на уши. Все. Это музыка. Оглушать себя. Не дай Бог самим собой остаться. Это ужас. Самим собой остаться. Вы что? Минуты не может побыть. Мир одна из характеристик. Мир души. Мир, как говорит Христос, превосходящий всякое разумение. Какие вещи называются? Любовь, радость, мир. И затем переходим к вещам, которые непосредственно относятся к характеру нашей жизни. Долготерпение. Ой, как трудно терпеть свою соседку. Дрянь такая, когда она только в преисподнюю попадет. Вот. Долготерпение. Я-то лучше, я же знаю ее, насколько. Понимаете, насколько я ее лучше? Нет, вы даже понять этого не можете по сравнению с ней. Не можете понять. Вы ее не видели. Вот. Это я только знаю. Правда? Вот идет долготерпение. Ну и дальше он перечисляет апостол благость, милосердие, воздержание, кротость. Вы понимаете, какие вещи-то? Вот, оказывается, плод духовный какие вещи характеризуют. Назвали мы эти вещи, почесали затылок. Да, верно. Ну, что это такое? Ну, слова. Говорим, мир. Что такое мир, если я его никогда не испытал? Ну, правда же? Какая-то божественная любовь. Что за икс? Ну, еще такую человеческую, может быть, еще можно понять. Ну, и то она всегда сочетается с такими расстройствами, с неприятностями, с осложнениями, а то еще даже и с разрывами, и скорбями, и трагедиями. Так все слова мы называем, а что за ними стоит? Христианство указывает векторы. указывает на эти вещи, что мы как-то интуитивно, хотя немножко, но чувствуем что-то. Указывает на них, как в дороге, указатели. Вся суть поэтому заключается не в том, чтобы просто назвать эти вещи, но назвали, и мы остались с иксами, игрками, дзетами и тому подобное. когда мы говорим об этой теме важнейшей, то говорим о том, как приобретаются они. Вся суть именно в этом. Говорят, что где-то есть золото, а как дойти до него, как добыть его. Вот эта вот задача самая главная. И особенно в наше время она приобретает исключительно сложный характер. Исключительно. Вы слышите? Почему? Потому что столько нам предлагают разных лжи, методов, что действительно люди, смотришь, с ума сходят. Кто предлагает молитву читать как из автомата? Говорят, будешь читать и Бог тебя услышит, и радость воссияет душа. Кто говорит, само имя Божье, только повторяй, как можно больше оно тебя очистит и осветит. Кто говорит, смотри, бойся всяких заговоров, взгляда какого-то косого, смотри, чтоб тебя не сделали в ужасе. Кто говорит, креститься надо? Это, кстати, имейте ввиду, креститься надо, руку, знаете, куда поставить? Вот сюда, подальше. Если вы туда не дотянете, а там бес сидит, и тогда всё. Будете креститься, он там будет продолжать на левом плече сидеть и нашептывать вам. Ну, знаете, что будет нашептывать, сами понимаете же. Все мы знаем, чего чего только не предлагают? Кто говорит, надо причасяться каждый день? Ну, пока прямо через день там. И чего только не делать? Кто нужно, говорит, нужно к этим иконам ездить? И иконы вас очистят? Не Бог, не думайте, и не Богоматерь, конечно. Икона вас исцелит уже. Они святые, не Бог. чего только не предлагают. Это все наше время. Толпы ездят куда? Каким-нибудь старцем, которые чем отличаются? Только вошла, а тебя Марья звать? Батюшка, извините, нет меня Аня. А, да, ну, ничего, будешь Марьей. Все в порядке. Да, он никогда же ошибаться не может. Тебе нужно переезжать туда. Что вы, батюшка, я устроен? Такова воля Божья. Мошенник какой. Откуда же ты знаешь эту волю Божью? А коль он так говорит, значит, знает. Падайте ниц и целуйте его туфлю. Сколько лже старцев лезут из кожи вон, чтобы показать, что они святые, что они прозорливые, что они целители. Дошло до того, что по расписанию бесов изгоняют. Приходите ко мне в такой-то день, такой-то час. Будем вас отчитывать. Преподобный Сергий за всю жизнь только изгнал. Однажды это совершил. И то как, помните как, кто читал его жизнь, собрал всю братью, вот здесь, преподобный Сергий, всю братью и собрал. все вошли в храм, все молились, все вышли. Он только благословил этого бесноватого и исцелел. Не я, не я, это все мы молились. Единственный случай, прятали себя, сейчас по расписанию, в какой-то день приходите. Начали чудеса по расписанию творить. Бедные наши все святые там, наверное, в гробах переворачиваются. И люди толпами идут, идут, идут. Поэтому в наше время вопрос высшей степени важной, как же приобретается эта вот та духовность, которая дает человеку, воскрешает в человеке, открывает в человеке то, что является поистине счастьем для человека, состояние любви, радости мира. У меня такой к вам вопрос. Сейчас очень часто говорят, что вера это внутреннее дело человека, особенно было письмо академиков, что религия сейчас все больше и больше входит в светскую культуру, в школу, выступают очень многие против введения православной культуры в школе. Постоянно говорят, что вера это личное дело человека, которое должно быть в глубине. И все. и никак не проявляться как бы то есть выражаться наружу не должно никак. Что вы думаете по этому поводу? Здесь просто смешение двух вещей. Просто смешение откровенное. Первое – они ничего большего не говорят, ничего нового не говорят, как то, что сказал Христос. Помните, хочешь помолиться, иди в клеть свою, помните, закройся там, и Отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Все, что касается веры отдельного человека, это совершенно верно. Но мы видим тут же, что говорит Христос апостол, шедший, идя, научите все народы, крестящие их. Интересно, как это я, сидя в своем кабинете, да, и могу научить. Ну, правда, теперь-то можно телефон, конечно, может быть, поднять или интернет. Ну, ясно. Церковь – это есть недаром названо тело, организм, в котором каждый человек есть живая клеточка. Эти все клеточки непрерывно общаются между собой. И каждая клеточка чувствует другую, каждая воздействует на другую. Так что, когда мы говорим о церкви как таковой, то мы переходим в другую категорию от религиозности или внутренней жизни индивидуального человека, одного человека, переходим к жизни общественной. Вы знаете, ведь одна из характеристик любви – любовь не может не проявлять себя. И она проявляет себя и в частности, и в общественной жизни. Поэтому они очень хорошо сказали о религиозности отдельного человека, но немножко забыли о категории другой, о религии как явлении общественным, социальным, в котором требуется проповедь, в котором требуется знание, передача этого знания друг к другу. Об этом они, ну, я думаю, уж и не забыли. Там другие мотивы были. И я думаю, вы их понимаете. Продолжение вопроса академики, то есть они относятся к сфере науки. То есть, может быть, здесь возникает вопрос науки и религии, хотя в своей книге, конечно, действительно, оказывается, что такой, как и таковой проблемы не существует, но с их точки зрения наверняка что-то такое, видимо, в этом, как-то загвоздка, что, видимо, религия каким-то образом может противоречить науке. Когда их текст удалось прочитать, то трудно было поверить, что его написали академики. Это мог написать, я не знаю, ну, какой-нибудь кто-то недоучившийся или вообще неучившийся человек, который ничего не понимает просто. Они обошли совершенно стороной. Это что же все гении человечества, которые были с самого начала развития науки до настоящего времени, звезды первой величины объявляют, что они верят в Бога. И вдруг, и вдруг, они не понимают элементарные вещи, что это совершенно разные направления, я бы сказал, человеческой жизни, или разные стороны даже человеческой жизни. Научные занятия и религиозная устремлённость человека. Если бы наука могла доказать, что есть Бог, то все бы верующие верили в Бога. Если бы наука могла доказать, что нет Бога, никто бы из учёных не верил в Бога. Другая сторона. Наука лишь предлагает, кстати, довольно много, особенно теперь, аргументов, которые ставит человека перед выбором, очень серьёзным выбором. Как могло произойти вот всё то многообразие, потрясающее многообразие явлений этого мира и мир как единое целое, которое неслучайно Пифагор назвал космосом, то есть красотою. Как же могло это возникнуть? Причём многие вещи настолько сложны, возьмите только одна живая клетка, настолько сложны, что представить себе какой-то процесс постепенного развития абсолютно невозможно. Об этом сейчас говорит масса учёных, просто непредвзято совершенно. Так вот, человек стоит перед выбором признать это какой-то случайностью, непрерывным потоком случайности, который мы хотим вместить в процесс так называемой эволюции. Или же здесь присутствует разумное движущее начало, которое только дало бытие вот этой красоте. Вот мы постоим перед выбором. Хотя надо сказать, что с одной стороны огромное количество аргументов я говорю о религиозной, с другой стороны нет ответа на самый простой вопрос. На самый простой вопрос нет ответа. Атеизм утверждает, что нет Бога, религия утверждает, что есть Бог. Когда вы спросите, а почему утверждаете, что есть Бог, мы говорим, приводим много аргументов, когда вы спросите, а почему вы считаете, что нет Бога, и что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? Что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? Я задавал этот вопрос уже неоднократно. Вот такое молчание ответа. Но я за них отвечал. Я говорю, ну, конечно, мы с вами знаем, сходить на хорошую дискотеку. Там действительно Бога нет. Хорошую только, со всеми тяжелыми всякими вещами. Вот так. Самый главный вопрос остается без ответа. Это атеизм. Без этого не может существовать. Что я, человек, должен сделать, что убедиться, что Бога нет. Вопрос, что нужно сделать, что убедиться, что есть Бог, религия только об этом и твердит. Все книжки, все проповеди, и чего только нет, только об этом и твердит. А здесь молчание. Ну, что вы? Атеизм выходит совсем не из источников, я бы сказал, интеллектуальных, совсем из другого источника. Я не хочу, чтобы был Бог. Я не хочу. Причины этого нехотения могут быть, конечно, разные, но основная, знаете, какая основная? Картинку вам нарисую. Представь себе площадь, на которой собрано много людей, которые все меня знают. Все знают. Посмотрите, площади такое возвышение хорошее. Ну, для профессоров что еще надо? естественно, кафедра, как у римского папы, не меньше. Так? А рядом с ней навозная яма отвратительная. Рядом, внизу. Я смотрю, конечно, возмущенный, что это пастель рядом тут. Все на меня смотрят. И вдруг какой-то мах, ну, иначе как мах, конечно, злодей, взмахом руки, и вдруг вся моя душа открывается перед всеми. Не просто там мои дела и дела, а все мои мысли, мои чувства, мои желания, мои намерения, мои отношения к людям, когда я им улыбаюсь, а сам говорю, мои лицемерия, лукавство, ложь, мои знакомые все смотрят в ужасе. Я увидел и прыг головой в эту навозную яму, чтобы меня никто не видел. Нет, уж лучше пусть Бога не будет. Вам понятно? Пусть его лучше не будет. И как страус закапываем голову в песок перед лицом опасности. Да куда ты, голубчик, денешься? Вся жизнь наша, что есть? Искра вспыхнула, пролетела и угасла. Я стою в храме тут однажды, знаете, маленькая девочка, годика три или четыре, вдруг поднимает голову, а я вас знаю. Я говорю, откуда ты меня знаешь? А вы говорили, что если бы 16-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней бы плохо стало. Браво! Она усвоила самое главное, наша девочка. Понимаете, как уже природа говорит, здорово. Верно. Мы никак не верим, что часы идут в одну сторону. Никак этого не верим. Не хотим поверить. Смотрим и не видим. До чего же мы умные? Я просто поражаюсь. До чего у человека сильный ум. Он никак не верит, что он будет сейчас ему 16, потом будет 80. И кем он будет хорош? Значит, вот объясните, пожалуйста, в словах, по-моему, Никона Воробьева, если я не ошибаюсь, значит, то, что адресовано своим духовным детям, есть такая фраза, что он упоминает о том, что он в какой-то период времени переносил лютые скорби. И вот, значит, я еще, значит, еще такое выражение у Марии Египетской, когда она рассказывает своему, значит, монаху, с кем она общалась, о том, что она говорит, что прошло столько времени, но я до сих пор с ужасом вспоминаю, значит, тоже те, значит, первоначальные скорби, да, значит, которые там 15 лет назад, которые с ней были. Вот как здесь сопоставить то, что Господь высшей силой не посылает? Это вопрос, кстати, скажу, очень хороший и серьезный вопрос. Если бы только это было выше сил, Мария Египетская не осталась бы в пустыне. На него великолепно отвечает преподобный Серафим Саровский на этот вопрос. Он говорит, что если бы только человек пережил ту радость, которая и проистекает от его соприкосновения, соприкосновения его души с Духом Божьим, он согласился бы тысячи лет жить в келье, наполненной червями, которые непрерывно бы его там кусали, гладали и так далее. Вот оказывается, что происходит. Вы обратите внимание, влюбленные какие, подчас переносят скорби и не расстаются. Хотя совершенно ясно, что причина только в этом. Разойдись они, у них жизнь все, в внешней жизни все устроится, все будет хорошо. Нет в шалаше, но по душе. Даже наша земная жизнь и то дает ответ на этот вопрос. А все святые повторяют слова апостола Павла, который сам повторяет те слова из Ветхого Завета. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило то, что уготовал Бог любящим его. Великомучек Евстратий, когда с него сдирали кожу, представляете, этим железными скребками, и поливали горячим маслом, вдруг он в середине этих страданий в каким-то удивительно радостным лицом воскликнул «Эти мучения, радость рабам твоим!» Кстати, почти те же слова произнесли. Почитайте «Житие веры, надежды, любовь, любви». Почти те же слова. И сколько раз мы встречаем такие поразительные вещи. Один из последних святых, Никон, Никон Оптинский, которому уж я не знаю, как издевались над ним. Когда закрыли Оптину пустыню, арестовали, посадили, как всегда, со шпаной, которого издевались над ним. Остригли, обрили, одели в какое-то я не знаю что, заболел там туберкулезом в одном из последних писем, что пишет. Вы подумайте только, в этих ужасах пишет. «Радости моей нет предела». Он узнал, что такое Царство Божие внутрь вас есть. Видите, мы не знаем этого. Какая беда! Какая беда, что мы никак не включим вот этот выключатель, никак не нажмем. Тот человек, который ни разу не пережил вот этого соприкосновения, этой встречи, если хотите, с Богом внутри души своей, он никогда не может даже представить себе, что такое христианская вера. Вы что, думаете, это случайность, что в первые три столетия такое гигантское количество мучеников за Христа? Кто был в Италии, посмотрите, в римские хотя бы катакомбы сходите. Гигантское, непредставимое количество. Всюду были мученики. Во всех религиях, и нерелигиях, и герои были. Вы никогда не найдете такого. Это потрясающе и просто. Сотни и сотни тысяч, миллионы. Не может человек, никакие скорби, никакие страдания его не могут поколебать, когда он, вдруг, переживет вот эту внутреннюю радость в своей душе, радость в сердце своем, вот эта радость божественной любви. Тогда все оказывает ничто перед лицом любых страданий, любых переживаний. Вот какова ситуация. Вот почему подвижники, мы смотрим, могли подвязаться. Что такое? Кто такой пришел? Варфоломей сюда стал преподобным Сергием. Лес, представляете? Лес сплошной. А комарики, все знаете распроклятый этот комар? Да от них их сбежишь, я не знаю куда. Я помню, Сельгерий только вынырл, они как кринулись, я опять. Ну, так много под водой не просидишь, чуть не съели. Вот хоть кричи. Понимаете, и вдруг один в темном лесе, да? Мы, как говорим, фрешмой, как медведь приходил, он ему хлебушка давал, ай-яй-яй. Ночью посади сейчас кого-нибудь, да он рявкнет рядом. Тогда узнаем, что такое в темном лесе. Почему могли это? Вот причина. Их ревность, вы слышите? Ревность, которой у нас, увы, нет. Вот притча о талантах-то. Вот смысл притчи о талантах. Он родился с этим пламенем буквально. Вот это в искании Бога, стремление к жизни по Евангелию, стремление к молитве, к уединению. Это вот это переживание радости все сокрушало на этом пути. Вот оказывается, мы этого, к сожалению, не знаем. Это, как всегда, таковых было немного, а сейчас вообще мы это забываем. еще раз мы религию превращаем, я не знаю, во что, в скорлупу какую-то с красивой оберточкой. Кстати, чем больше внешней красоты, тем, это я говорю, это может, не знаю, тем, мне кажется, религии меньше. Преподобный Нил Сорский не случайно говорил, монастыри должны быть бедными, никаких имений не иметь, зарабатывать хлеб только своими руками. Резница должна быть бедной, храм должен быть бедным, аккуратным, чистым, но бедным. Нет, победил мир, это и осиплянство, и началось. Драгоценные иконы, драгоценные камни, злато, серебро, и все под флагом, каким, монастыри, помогать людям, когда голодный какой-то год будет или что-нибудь. Ай-яй-яй! Нашли доказательства. И отсюда беда. Отсюда монашество стало попрямо ползти, прямо сползать. Началась деградация. А не будет монашества, не будет и православия. Это не мои слова. Об этом пишет Феофан Затворник, об этом пишет Игнатий Бринчанинов. Оптинские старцы с ужасом прямо, что говорят, что об этом. Угасает, в Арсенуфе Оптинский писал, угасают, последние агарочки угасают, говорит он, в Арсенуфе Оптинский. Ревность исчезла у нас. Религия так. Христос говорит, отдайте все, ну, два рубля отдам. Два рубля отдам. Оставьте все, оставьте все, говорит. А я, да, идите за мной, а я вместо этого по воскресным дням на службу хожу. Нет ревности никакой. Мы, вся жизнь наша какая? Вот это. А религия, это какой-то, ну, предаточек такой, ну, от которого никуда не денешься, ну, как-то совесть гложет. Да, вот так вот. А религия, жизнь, вот эта вот жизнь наша материальная. Вот беда. Поэтому нам подчас бывает и трудно понять, как это подвижники могли переносить подобного, подобного рода, подобную жизнь. А я столкнулась с тем, что, даже сейчас очень многие вообще отрицают такое понятие, как душа. То есть, очень многие говорят, что у меня нет души, не знают, что такое душа. Душа – это нечто, вообще-то, это некая абстракция. Вот что отвечает в таком случае? Я думаю, это зависит от того, с кем разговариваем. С кем-то я бы мог сказать, ну, и ладно, что души нет. Ладно. Но у тебя же есть понятие унравственности, есть понятие о совести, есть чувства. Так вот, надо поступать по совести. Пусть души нет. Совесть есть? Есть. Чувства могут быть зла, а могут быть добра. Есть? Есть. Может быть, лукавство, а может быть, прямоты, лицемерие или искренности. Пусть без души. Ну, вот это всё есть же. Это же реальность. Реальность. Вот об этом христианство и говорит. Вот. Это вот один из таких наиболее простых вариантов, на которые стоит обратить внимание. Потому что доказывать, что душа существует как субстанция, это вопрос другой. И сейчас, кстати, появилось столько литературы, литературы о реанимированных людях, которые видят, переживают, и потом, причём, самое замечательное, что? Самое замечательное. к сожалению, это об этом меньше пишут. А это бы надо в качестве главного написать, что то, что они видят в состоянии смерти и потом говорят, и это проверяется, оказывается, точно. Он лежит трупом, а говорит, что вот там-то я видел, что делают или что говорят вот те-то и те-то. Проверяют точно. Вот что. Сейчас литературы этой достаточно, так что и даже в плане чисто формальном можно поговорить о наличии души в человеке. сейчас появилось много каких-то, например, тренингов лично с нового роста, по сути, какое-то неоязычество. Здесь идёт речь уже не о отрицании Бога, а о поиске Бога. И, ну, в частности, мои знакомые ездят по лесам сегодня, закапываются в землю, соединяются с землёй. Вы говорили об этом в своих лекциях. и обнимаются с деревьями. Так вот, значит, мне первый вопрос, как... Помогите. Значит, как... Что спросить у человека или как, может быть, или что сказать, чтобы человек, не знаю, начал поиски истинного Бога? Это первый вопрос. Второй, в чём исключительность христианства по сравнению с остальными духовными практиками? Первое, о чём мне хочется сказать. Беда, когда наш человек здесь родившийся, у которого предки все жили здесь и были православными, страна, в которой тысячу лет существует эта религия и своей прежде всего религии не знает. Если они стремятся к истине, хотят её познать, хотят найти, где она, прежде всего он должен познакомиться с верой своих отцов. Прежде всего. И если он с этим не знакомится, тогда это показатель, что человека интересует не истина, а он ищет, чем бы пощекотать себя ещё, чтобы найти такое экзотическое, что-то такое интересное, что-то такое любопытное, что-то такое сверкающее, как реклама. Это первый показатель. Ещё раз повторяю, человек должен просто, если он серьёзно ищет, почему это верили все наши отцы, причём не какие-нибудь только, как скажут, мол, деревенщины, а посмотрите, кто. В чём дело? Что это за религия? Что она даёт человеку? Зачем нужна она, эта религия? Зачем нужно нам православие? Что это такое? Это вот то, что надо прямо сказать. И я не верю, чтобы человек, который искренне интересуется, прежде всего, не начал бы изучать это, не спросил бы, мне это непонятно, нашёл бы человека, спросил бы, объясните, пожалуйста, что это такое? Чушь это? Или это что-то действительно великое? Вот. то есть, то есть, должен быть серьёзный подход к этому, а не превращать религию в какую-то развлекаловку. И сейчас нас приучают же ко всем серьёзнейшим вещам, как относиться, как к игрушке. Семья – это игрушка, любовь – это игрушка, серьёзнейшие вещи превращают во что? Я не знаю. Человека опошляют буквально. В отношении же исключительности православия, мне кажется, это один из очень важных вопросов, и об этом надо читать целую лекцию. Потому что есть целый ряд объективных аргументов, которых нет ни в одной религии. Слышите? Я читаю это несколько месяца три, наверное, читаю на последнем курсе семинария специально об истинности православия, христианства. Это очень интересные аргументы, которые назвать это нельзя, надо сопоставлять всё время с аналогами других религий, для того, чтобы увидеть, что действительно только в христианстве эти вещи появились. Я говорю об истинном христианстве. Нигде их нет. Этих истин нигде нет, вы слышите? о Боге любви христианское учение о духовности совсем другое. Христианское учение о спасителе. Ну, кто такой спаситель? Кого мы ищем? Все. Хорошего царя. Ну, президента, извините, да? А тут кто такой спаситель? Мы проповедуем Христа распятый иудеям соблазн, эллином безумии. Никогда не было таких вещей. Что вы? Кто спасётся? Скажите мне. Кто спасётся? Тот, кто исполняет заповеди религии. Правда же? Да. Как глубоко вы ошиблись. Знаете, что христианство говорит? Первый в рай вошёл негодяй. Слышали вы такого или нет? Антирелигиозная религия! Ужас! Кто придумал только такое? Аргументы один за другим. Недаром такой великий отец, как Фридрих Энгельс, вы теперь знаете такого отца? Ну, тот же, как Фридрих Энгельс сказал, христианство вступило в резкое, слышите? В резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Этот великий идеолог атеизма подрубил, вы слышите? Под корень все эти теории, что христианство возникло из. Из? Откуда? Откуда из? Когда иудеям соблазн, а Эллина безумие? Безумие. Откуда? Из нет земных корней. Следовательно, все ясно? Вот. Вот так что, вот эти аргументы, просто их немножечко надо так с ними просто познакомиться, но это долго. Да, но это, ну, если отдельную, это надо отдельную встречу, тогда можно немножко расшифровать, но идея ясна. Идея ясна, надеюсь. Вот так. Вот в чём её уникальность, да, вот беспрецедентность, совершенно беспрецедентность. Нет ни одной, говорю, религии такой, да, и совершенно ясно её неземное происхождение. Следовательно, вывод, христианству есть религия истинная. По определению, если она от Бога, следовательно, истинная. Кстати, ни одна другая религия не имеет этих аргументов. Ну, я не буду сейчас говорить, но мне приходилось встречаться и довольно смешные вещи говорили в качестве аргументов, да. Ну, хорошо. Я хотела спросить, вначале вы говорили, что вера это что-то внутри человека, а с другой стороны это говорили, что нужно идти и нести Слово Божие людям. Так вот, когда можно начинать учить? Вот вы профессор, мы вас сидим и все слушаем с открытым ртом, а у меня такая ситуация, что я вот учительница простая, а сама хожу в храм, вот, и как бы ничего, а меня никто вообще слушать не хочет, а тем не менее, в храме нет воскресной школы, и детки бегают, я могла бы, может, им уже хоть чего-нибудь сказать, а мне говорят, да нет, молчи, потому что ты не профессор. Вот как это? Лучше молчать и тихонечко это в себе расти, 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 или даже те крупицы, которые, знаешь, хотя бы вокруг тебя этот вот свет разъяснять, а вдруг я ошибусь и говорит, ты нас не туда заведешь, и я правда ведь могу не туда завести? Да, это большая опасность, как бы свет, если свет, который у вас тьма, то какова же тьма, правда? Такие выражения. Я, вы знаете, скажу вам так, мы не должны подражать сектантам, которые ходят по домам, какие-нибудь яговисты, да, открывают, все лезут в квартиры, всюду. Мы должны говорить только тем людям, должны, когда нас спрашивают или когда сами обстоятельства, обстоятельства сами, ну, ставят нас, например, перед лицом, перед лицом явной необходимости что-то сказать. Вот, но самим лезть, это избавит Бог, потому что мы не знаем, когда, что полезно. Христос сказал очень грозные слова, которые надо иметь в виду каждому и учителю, и даже профессорам, как это ни странно. Сказал страшные, я бы сказал, грозные слова. Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Обращаю ваше внимание, не думайте, что Христос кого-то оскорбил. Это у нас свинья-то сказать оскорбление? Нет. Он не в оскорбительном смысле сказал, а сказал, привёл, почему сказал свинья, который не понимает, что такое жемчуг. Он ему не нужен ей. А мы можем ошибиться. Поэтому мы должны немножечко поверить в промыс Божий, который ставит каждого человека в соответствующие условия, кто-то бы и не хотел, может, говорить, а его Бог поставил сюда, и вот он вынужден открывать рот. А другой рвётся, а ему замок повесили подовын. Так надо просто слушаться промысла Божия и не предпринимать каких-то своих искусственных каких-то шагов и действий. Я думаю, вот так. У меня компания знакомая есть, да? Мы с ним пообщались, тоже на тему христианства. Вот он говорит, нет никаких аргументов, что Бог есть. Ну, в общем, действительно, как бы нет, но каких-то явных. Но можно более обходованный человек подскажете какие-то моменты, могли бы человека заставить задуматься так, и он бы не смог отказать на эти факты сразу, по крайней мере, задуматься. когда мы пытаемся что-то оценить или выявить, так мы всегда имеем перед собой весы с двумя чашами. В данном случае самый простой способ. Пусть он скажет аргументы, которые говорят, что Бога нет. Он их тоже как бы не говорит. Не говорит. Вот. То есть, ничего на чашу весов нет. А на этой чаше на этой чаше вы можете положить разные гирички. Разные. Например, хотя бы тот факт, тот факт, который всегда почему-то очень сильно поражал сознание людей. Начиная с Сократа даже. Даже Кант, это уже настолько отвлеченный философ. И тот говорил, меня поражает это звездное небо и нравственный закон внутри человека. так называемые космологические аргументы, которые исходят из причинности и телеологические, вот эта вот красота этого устройства, телеологические аргументы, которые ясно у нас свидетельствуют об одном – не может быть порядка без причины этого порядка. Попытаться найти этот порядок, эту причину, причину в самом мире не удается, никто не знает, кроме пустых фраз. Принятие Бога, идеи Бога, идеи Бога, решают эту проблему. Можно сказать, ну да, идея-то хороша, а всё-таки основания какие. Вот здесь мы приходим к очень важному аргументу. Всё человечество от начала бытия своего, насколько говорит нам история, до третьего тысячелетия нашей эры, всё человечество в своём основном подавляющей составе было религиозно. Всё. И до сих пор оказывается. Что это, все с ума сходят, что ли? Все сумасшедшие? Что это такое? Все учёные эти, которые веровали, сумасшедшие. Все деятели культуры, искусства, политики, дипломаты, философы, все с ума сошли. Один я умный. В чём причина? Вопрос по существу. В чём причина, что человечество изначало, всегда и до сих пор верит Богу, когда в этом нет никакой необходимости? В чём причина? То нужно же задуматься. Я просто говорю аргументы, не доказательства, а аргументы. И, наконец, наконец, самый серьёзный аргумент, конечно, для разумного человека, это то, что, к сожалению, так легко отмахивает. А это, главное, религиозный опыт. Мы вот только сейчас говорили с вами о потрясающем историческом феномене так мученичестве, на котором возникло, из которого вышло христианство, если хотите, окрепшим. Это потрясающее количество. Что это такое? Пусть хотя бы какой-нибудь психолог объяснит это. Мы вам найдём. Мучеников, ещё раз, смотря, всюду, единицы, ну, десятки, ну, сотни. Ну, ну, тысячи. Как я, когда переезжал, и на машину гружу книги, водитель так возмутился, просто рассверепел. Ну, я понимаю, ну, можно иметь три, ну, пять книг, ну, десять, а это-то зачем же? Представляете? Я говорю, ну, слушайте, все профессора, это глупейший народ. У них в голове ничего нет, поэтому приходится возить с собой книги. Он как рассмеялся, и мы с ним подружились. Он всё понял, что им без книг, когда голова пустая, приходится книги возить. Вот так. Так вот, религиозный опыт. С какой стати? Почему мы можем его отвергать? Интересно. Когда люди на смерть шли, на страшные пытки шли, мы утверждали, Бог есть и не один, не два, и не десять, а миллионы. Ну, вот некоторые, я вам просто говорю, аргументы, аргументы, которые, по-моему, стоит привести такому человеку, интересующимся этим вопросом. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, разделяете ли вы точку зрения о том, что сейчас в России наблюдается упадок научного знания и в частности гуманитарного? И в этом связи какие могут быть направления прорыва научного? И хотелось бы понять вашу оценку, например, идеи русских космистов, Вернадского или того же Циолковского, а также наследия московского логического кружка философ Кокщедровицкий, Мамардашвили, Зиновьев. В этом направлении могут ли быть вот эти два направления направлениями для прорыва гуманитарного знания с вашей точки зрения? Надо бы попытаться всё-таки понять, что это такое прорыв гуманитарного знания. Что это такое? Как нам говорят, а что религия, у вас всё одни и те же догматы. У вас какое-нибудь развитие религиозное есть или нет? Я говорю, ну слушайте, действительно, почему до сих пор дважды два, четыре, а не три с полтиной-то? Хоть какое-нибудь развитие должно же быть или нет? Я говорю, никак не понимаю. Мне три с полтиной куда интереснее, чем четыре. Что такое прорыв гуманитарного знания? Надо расшифровать эти вещи. Это звучит очень интересно. гуманитарное знание. Это прорыв. Пожалуйста, наука занимается этим. Занимается в какой гуманитарное знание? В философии. Но философия, ну не знаю, к счастью, к сожалению, но, в общем-то, по крайней мере, на тех началах, на которых пытались европейскую философию развивать, она потерпела фиаско, потому что она не может, увы, увидеть, что сама себя не может обосновать. То есть всё мы в области предположений. Вступили в область предположений. А история, ну что, продолжают, продолжают. Литература ведня, да, я как-то побыл, ну, случалось мне быть на этих научных. Я смотрю, берут, откапывает кто-нибудь. Понимаете, что такое? Сотрудник, он должен в год выдать что-нибудь. И вот он откапает какую-то работу, никому не интересную, ничего, но пока ещё они ничего не говорили. И вот он занимается ей, исследует, и вот у меня галочка есть. Что она даёт? Это не важно. Но зато идёт движение науки вперёд. Надо узнать, что такое прорыв. Критерии у нас должны быть, по которым можем судить. Это прорыв действительно вверх или это дырка, в которой мы падаем вниз. Что критерии каковы? А иначе говорить совершенно бессмысленно. Вообще, я вам скажу, вне христианства нет хороших критерий в оценке самого понятия развития, развития самой науки, тем более гуманитарных наук. Нет, христианство даёт критерии. Христианство даёт критерии. У него есть критерии в христианстве. Его очень важно знать. Всем верующим людям это важно знать. Апостол назвал христианство, христианскую жизнь домостроительством. Ох, как точно выражено! Мы строим дом. Я строю дом. Дом спасения. И я знаю, когда я строю дом, что мне нужно. Я знаю, что мне нужно для фундамента, что для стен, для крыши, сколько материалов, каких материалов. Я знаю. И тогда я могу сказать, есть у меня прогресс в этом домостроительстве или нет. Или я вместо десяти кубометров досок куплю сто тысяч. Скажут, да, понятно. Понятно. Не этим ли часто мы занимаемся, когда совершенно вещи, которые не нужны ничему, мы занимаемся, описываем, кладём на полочке и лежит. Я как-то одного историка спросил, слушайте, а для чего, для какой науки вы занимаетесь вот этими вещами? Кто кого родил, кто кого крестил, кто кого женил, какие были дети, какие то, другое, третье. Какой смысл? Он меня посмотрел с изумлением для науки. Я говорю, так я и спрашиваю, для какой науки? Зачем? С точки зрения каких критерий? Это нужно? Это нужно? Зачем? Ещё Цицерон сказал, история – это наша лучшая учительница, а не бессмысленное изучение фактов, имён, событий и так далее. Учительница! И если она не учит, спросите, тогда что от истории? Что это такое гуманитарный прорыв? Чему он должен научить? Что является целью? Обозначьте. Надо писать. А писать надо? Назовите мне. Тогда я пойму, мы движемся действительно к этой цели? Или бесформенное накопление стройматериалов вместо постройки дома? Представляете? У меня площадь, и я наваливаю сюда и цементы, и кирпичи, и гвозди, и доски, и всё больше, больше, больше. Меня спрашивают, а дом-то где? А дом где? Вне христианства даже и не знают, что это такое дом. А что это такое, меня спрашивают, дом? Дом о строительстве спасения. Исаак Сирин великолепно сказал, кого я назову разумным? Разумным. Только того, кто знает и помнит, что есть предел его жизни. сейчас мне 16, а будет 80. Вот, оказывается, кого я могу назвать разумным. Вот что можем говорить о прорыве каком-то гуманитарном отношении этих Вернадского, Циолковского, Щедровицкого. Как жалко, что эти люди совершенно не знали и не знают православие. Абсолютно. Удиву только даёшься своими ноосферами. Ой, Господи! На что тратит жизнь? Вы представьте, да она вот, смотрите, мне дали возможность сейчас вот какую-то ценность так используя, а я вместо этого занимаюсь чепухой. Время жизни же ограничено у каждого человека. Вот свеча. Говорит, я не знаю, когда кто-то дунул. И я трачу на чепуху. Опять почему? Опять где оно домостроительство? Придумает себе цель как можно больше узнать то-то, то-то, то-то. Я вам скажу, что научно-технический прогресс в своей очень значительной части обусловлен чем? Элементарным любопытством. В очень значительной части именно любопытством и больше ничего. А что там? Как мальчишке, дайте что-нибудь, машина, а что там? Пока он не разломает полностью, и вы, что ничего там, он не получит удовлетворения. Так и все, что там? Ведь весь мир потрясло тогда сообщение о том, когда испытали первую атомную бомбу. Почему потрясло? потому что науке тогда еще не было известно одно очень важное обстоятельство, что этот сверхмощный взрыв, которого никогда не было, может дать толчок цепной реакции, и наша земелька превратится в красное солнышко. Какая красота! Не зная этого все-таки испытали. Что это такое, скажите? Дальше скажу вам, что мне кажется, мне кажется, что и кончина мира будет по этой причине. Этот негодяй из негодяев, который будет царем, и которого все будут прославлять, весь наш народ будет прославлять, вы слышите? Предупреждаю, ждут царя, царя, дайте нам царя. Этот антихрист, да, наверное, устроит что-нибудь такое. Мне так кажется. Захочет устроить чудо из чудес, и начнется эта цепная реакция. Во мгновение ока все сгорит и погибнет. Но это моя мысль гениальная, так что можете ей не доверять. Так, так, что второй вопрос какой? Алексей Алексеевич, вот просто, например, тоже электричество, атомная бомба, да, представить человеческую цивилизацию без электроэнергии очень сложно. То есть, вернее, можно, но это сразу же мы откатимся на много-много лет назад. И с другой стороны, у меня вот такой вопрос исторический скорее, как вы относитесь к деятельности таких международных организаций, как Комитет 300, Бельгенбургский клуб, например, потому что та же британская остиндийская компания заработала огромные деньги на торговле наркотиками в Китае, а потом Бритиш Петролиум зарабатывает на обмене нефти на продовольствие. Вот как вам кажется, какая позиция у нашей страны, у России должна быть в мире вообще, чтобы... Ну, если вы отвечаете на политические... Я не политик. Не политик. Никогда меня в этот клуб ни разу не пригласили даже. Я очень обижен. Я бы им лекции прочитал бы. Вот. А они не приглашают. Да. Ни 300, ни больше. Да. Так что здесь я вам скажу, я не... Ничего. Всё это естественное явление того, что Христос назвал миром в отрицательном смысле. В отрицательном, в самом отрицательном смысле. Это миром. Я до сих... Я не могу понять, вы знаете, ума мне не хватает, никак мне не хватает ума понять, как это можно всю свою жизнь бросить на то, чтобы приобретать, 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 приобретать. Какое-то безумие. Ты что, не видишь? Твоих коллег уже отнесли на кладбище. Ты что, не видишь, что ли, не понимаешь? Одно дело, достаток, необходимый для жизни. А здесь что? Я вот это не могу никак понять. понимая только одно. Страсть любая безумна. Безумна. А безумие, мы знаем, что такое. Человек может покончить жизнь самоубийством, броситься куда-то и вообще неизвестно, что сделать. Но сделать что, неизвестно, что? То, что губит его. Вот это одно единственное могу сказать. А тогда определите критерий достатка. Это, вы знаете, вы правы, это дело, это нельзя выразить ни в каких цифирях и ни в каких внешних формах. Это очень трудно выразить. Здесь только одно. Всё зависит от степени христианизации человека и от правильности его взгляда на тот, скажу так уж громко, комфорт, который он должен у себя иметь. Это зависит от человека. Мы видим, с одной стороны носили вериги даже. Даже вериги носили. Василий Блажен даже одежды не имел. Это что такое? Да он, и у него был достаток, даже без одежды. Другому, который занимает какое-то определённое социальное положение, для него другой должен быть, может быть, уровень. Это исключительно индивидуальная вещь. Но где-то наступает какая-то грань, когда и он сам, и все другие скажут, он на её перешёл. Это размытая вещь. Но, тем не менее, при всей размытости есть, наконец, наступает точка, когда он скажет, когда он машину покупает за миллион долларов. Тогда мы, наверное, всё-таки понимаем, что здесь что-то такое не то. можно несколько слов о целомудрие. Просто у меня окружение сверстницы и моя сестра, которая у меня младше, все хором говорят, что я сошла с ума, что мне 30 лет, и я не знаю жизни, и говорят, что, сестра говорит, что я хочу быть такой, как все, а не такой, как ты. В смысле целомудрие, физическое, это имеет в виду. Насколько вот человек это действительно важно, можно всю жизнь прожить, ждать, ждать и жить в чистоте, а можно чисто по-физиологически не выдержать. Вы спросите какого-нибудь травматолога, они вам расскажут о картине, которая нередко предстает перед их взором, когда привозят человека развороченного. Развороченного. Слово разврат, кстати, происходит от развороченности. Правда, разврат-то очень грубо. Нет, зачем, не надо говорить разврат. Да, да, мы смягчим это. Такая-то жизнь и так далее. Развороченность, нарушение целостности человеческой души, тело это как следствие уже души. Видите, о чем говорят? Какие вещи? Это развороченность. Человек может быть прекрасный, но разворотите его, и все в ужасе мы оттолкнемся. Есть это в человеке. Целомудрие – это вот та целостность, которая сохраняет красоту человека. Вот о чем говорит христианство. и беда, что сейчас не понимают многие, что теряют. Теряют именно эту красоту. Раз, теряют возможность любить. Надо это понять, что любовь – это свойство, это огонек, который может возрастать, а может убывать и угаснуть. Особенно среди артистов, вы знаете, это всегда это было. Вот уже опыт показал, пример, все уже. Хотят потом любить и не могут. Они могут, а нет ее любви все. Игра одна остается и бессмыслица. Нарушение целомудрия ведет к взращиванию эгоизма, потому что тот человек, который начинает искать именно только удовольствие, он превращается в эгоиста. Эгоист никого не любит. и сам становится ни для кого неинтересным. Я говорю с чисто прагматической точки зрения даже. С религиозной же, я вам сказал, человек – это прекрасно. Макарий Великий говорил, что он ни на земле, ни на небе не видел такой красоты, как душа человеческая. Целомудрие – это слово целостность. Видите, мудрое, целомудрие, то есть речь идет сразу и в первую очередь от целостности души. Нарушение даже внешнего целомудрия нарушает, оказывается, что ум, душу, разворачивает ее. и начинается безобразность. Люди очень меняются от этого, от нарушения, так сказать, этой, одной из самых, я бы сказал, чувствительных таких сторон жизни человека. Не случайно во всех религиях мира, во всем древнем мире нарушение целомудрия рассматривалось как одно из самых страшных преступлений. Причем, женщина как носительница в преимуществном смысле. Я не говорю, что только она, но в преимуществном смысле женщины. Это все интуитивно понимали, и они до сих пор это прекрасно понимают. Они подвергались особенно казни сразу за нарушение этого. в Саудовской Аравии до сих пор женщину, схваченную в этом, закапывают по шею в землю и потом камнями побивают. Жестоко? Ужасно. Но это вопрос другой, жестоко. Я говорю, какая интуиция, какое глубокое прям понимание видения, что разрушение этого приведет к разрушению всей основы человеческой жизни. Мораль разрушается. Обратили внимание, что во всех фильмах, где вот эти картины, всякие порнографические, может быть, и прочие, все сопровождаются чем? Обязательно убийствами. Убийствами. Всегда это соединяется в конечном счете с преступностью и убийствами. Поэтому религии даже, независимо какие, народы держали это всегда. Держали, как вот ядерную энергию. Вот. Держали, как нужно ее держать. Выпустится все. Будет развращение мира. Содом и Гамора погибли из-за этого. Прежний мир погиб. Вот. По этим причинам. Потому что нарушение даже естественного целомудрия приводит обязательно к противоестественности. Обязательно это приведет к этому. потому что только сначала кажется это интерес. Потом уже быстро все надоедает. Начинается противоестественность, извращения всякие, разврат начинается. Вот. Вот что можно сказать по этому поводу. Развороченность – неприглядная картина. Сначала она внутри, а потом вывернется и наружу и выливается. Ваше отношение к монархии, как вы рассматриваете эту перспективу для России, что это будет возможно и как это будет блага, и же против? Я смотрю на этот вопрос несколько шире, что государственное устройство для того или иного народа соответствует какому-то его духовному состоянию. наилучший строй, как писал Иван Александрович Ильин, писал, тот строй, который способен выдвигать наверх в управленческий аппарат лучших людей. Аристократия. Аристо – значит лучший кратос власти. Вот какой строй наилучший. Ни монархия, ни республика, ни демократия, ни что угодно, а тот строй, который способен выдвигать лучших. Аристократия, по-гречески, если сказать. Вот так. Поэтому, когда это хватается за монархию как саму по себе, это просто первый признак того, что люди просто не понимают. Последний царь уничтожил монархию, Николай II. Он ее уничтожил просто своим актом отречения. Он же не просто сам отрекся. Он уничтожил монархию как принцип власти, отдав даже Михаилу, что говорил, ты должен принимать решение только с согласия думы и так далее. Вот. То есть монархия, о которой постановился собор 1613 года, и который начинается с чего? Если, если кто отречется, и знаете, кто отречется? Первый, кто стоит. Царь ли. Дальше уже все прочие, бояре там и так далее. На первом месте стоит царь, когда будет анафема. Так вот, монархия была уничтожена. Я думаю, что промыслительно была она уничтожена. Хотя, как говорил Господь, должно прийти соблазну в мир, но горе тому, через кого приходит этот соблазн. Таким образом, монархия была уничтожена, промыслительно. Уже, видимо, не было возможности наверх поднимать лучших. Вы же знаете, приказ, что весь царский двор был масонским же двором. Все его братья были, да, они все были масонами даже. Уже. Это известные совершенно факты. Ну, и поэтому нужно же знать, что следующее нужно знать. У Игнатия Варенчаинова есть замечательная фраза в письмах, в которой он прямо сказал «Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Потрясающие пророческие слова. «Наш народ выдвинет». Я думаю, вы, наверное, чувствуете, что это было перед консерцией Николая II, что это такое главный царь. Александрова растерзали. Молчание. Павлу I говорили «Отрекись! Не отрекусь! Убьем! Не отрекусь!» Зарезали. Молчание! А здесь что-то такое подъем необычайный произошел. Все хотят царя! Хотят царя! Придет. Видимо, мы породим. Наверное, наш народ. У нас, наверное, он будет. Это страшно. Он сказал Бринчину, я когда прочитал, я просто ахнул. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев. Может и должен в смысле должностования, не в смысле приказа, а по логике, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Из наших недр выйдет. И ни в одном народе вы не найдете такого, такой, жажды, такого стремления, такого, я бы сказал, нужного почитания, что ли, именно царя, как у нас. Даже придумали такое, что помазание на трон – это и есть, оказывается, таинство. Мы все помазаны, мы получили меры помазания. Это таинство церковное, а там просто благословение, как благословляет и всякого, который вступает, вступает на какую-то должность, тем более, на такой пост. Нет таинства помазания на царство. Есть таинство мира помазания христианина. Даже этого не знают. О, какая страсть! Царь! Нам нужен царь! Царь будет! Только надо знать, кто это будет. Надо это знать. Наш народ может и должен. К сожалению, многие так и не увидят этого. Как об этом и пророчество об этом всех до священного писания и отцов, что все придут и поклонятся перед ним и помажут. Учтите! И помажут его, и перепомажут. Все церкви перепомажут его на царство. Ну, что вы? Так что не беспокойтесь. Но ведь в каждом праведении, что антихрист выйдет из иудейского народа. Это неважно. Я говорю сейчас не о этнической принадлежности, не об этнической принадлежности. Это нет. Это, видимо, да. Он будет из евреев, будет, да. Но дело не в этом. Я говорю, из какого народа он выйдет? Не этнического, а наш народ. Вот в чем дело это. Из нашего народа. Вот. Это прямое пророчество, прямое, а не какое-нибудь. Я думаю, что к нему нужно бы отнестись со всей серьезностью. Когда говорили, что как пройдет канонизация, так сразу у нас все наступит великое благо. Помните, не прерывно писали? Только это, только это. Канонизировали. Ничего не изменилось. Кто это нами? Манипулирует нами. Кто-то прям манипулирует нами. Сделайте то-то, и все будет. Теперь Распутина канонизируете. И уж тогда все наверху блаженства будет. Совсем царство божие получим. Кто нами манипулирует, интересно, как ловко действует. манипулирует. Ну ладно, так, еще что? Вы много с народом общаетесь, я хотел бы спросить ваше мнение, вообще, как вы видите, как вы считаете, у кого сейчас состояние нашего общества, потому что, суть к тому, что телевизор показывает, ну, налицо такой восходящий тренд, то есть, именно духовный. Всюду показывают священников, храмы, что это? Действительно, народ, души наши, освободившиеся таков социализма, тоталитарного режима, потянулись к истине? Либо это какой-то заказ, как раньше поляки колосились, показывали, это выгодно власть, это позитив какой-то на этом фоне, какую-то культуру, духовность навязывали? Что вот ваше мнение? Или действительно, народ идет? Если бы вы знали, к кому вы обращаетесь, я никак не соберусь со средствами купить телевизор. У меня нет его. Мне пытались помочь, я сказал, у меня хорошая кувалда есть. Вот, видите, со средствами никак. Отсюда нет средствов и давать, так сказать, достаточно объективную оценку происходящему. Тот факт, что много показывают, это факт печальный, потому что нет ничего хуже, когда крест наружу. Истинный добродетель, истинные достижения, они как-то скрывают себя всегда. Так мне кажется. Одним из зол нашего времени в церкви является фотографирование во время богослужения. Я считаю, что это очень тяжкое, нарушение. Храм, о храме сказал Господь, дом мой, дом молитвы наречется. Ясно? Фотографирование что делает? Эти вспышки, эти бегания, эти переносили, это разве можно нарушать молитву? Это самое ужасное, что может быть. В храме! Вот. И это показывает по телевизору что? То, что сняли в храме. Правда же? И я считаю, что здесь уже, здесь уже что-то не то. Не то. Истинный добродетель всегда целомудренно и прячет себя. Скажут, надо же проповедовать! Это совсем, по-моему, не проповедь. Не этим мы проповедуем. Напротив, скажу вам, если бы наши храмы были скромными, и все было бы скромно, сдержанно, если бы мы в церковь принимали. Не просто так. Скажут, вы хотите креститься, да? Извините. А вы знаете православие? Ах, не знаете? А зачем вы креститесь? Ах, не понимаете? Подождите. А вы знаете, что если вы даже примете крещение, вы должны быть честнейшим человеком. Если будет замечено, что вы лжете или воруете или прочее, вас придется исключить из церкви. Если бы христиане были теми, о которых говорили, вот у них, смотрите, какая взаимопомощь, какая честность, какая надежда друг на друга, там никто не подведет. Это действительно собрание святых людей. Ни одна секта у нас бы не смогла обужиться во веки веков. Я вам скажу. Так? Церковь была бы действительно этой чистотой. А тут я, пожалуй, крещусь. Я крещусь. Ох, как интересно. Но меня только архиерей должен крестить, иначе я не буду. Да. Вот так. А то еще и к патриарху буду обращаться, чтобы он меня крестил. Иначе какое-то у меня будет крещение. Венчаться? Венчаться? Ну что ж, ну в Иерусалиме. И так далее. Превращаем вас что в игрушку? В игрушку. Это беда. Так что, я вам скажу так. Это смешанное явление. Здесь есть и положительные вещи. Потому что, вот, факт показывает, многие люди заинтересовались действительно православием. Многие люди ищут истины, ищут христианство, ищут понимание христианства. Это факт бесспорный. Но, и как всегда, КПД сто процентов не бывает. Много тут и всякие моды, знаете ли, такой, и погони, я не знаю зачем, и со стороны церковной тоже самое. Начинаем себя показывать тоже немало. Одним словом, смешано добро со злом, как и всё в каждом из нас. У меня среди знакомых, особенно как среди тех, кто занимается наукой или как-то пытается карьерой заниматься, вот чтобы, ну вот, например, в Москве, у них бытует такое мнение, что рождение одного ребёнка это значит остановка в научной карьере, а рождение трёх детей это значит крест, особенно для девушки. Вот что можно вот во время таких бесед говорить человеку, когда своим примером не можешь противоречить этому тезису. Например, и, и как вы считаете, является ли семейная жизнь в таком традиционном представлении, укладе, где вот много детей, противоречиям вот жизни мегаполиса, где 15 миллионов населения и, например, невозможно беременную жену в метро отправить по ряду причин. И не можешь ее постоянно сам возить, потому что нужно деньги зарабатывать. Какое ваше восприятие вот такой ситуации? Первое, что, конечно, надо, чтобы жена не работала. Имеется ли такая возможность или нет. Так сказать, это естественный порядок вещей, который когда-то наблюдался, да. Ну, я говорю, среди интеллигенции, научной, не в крестьянской, жизни, да. Надо, чтобы был такой достаток, чтобы жена могла не работать. Это первое. А второй вопрос очень серьезный и принципиальный. И я попытаюсь сейчас вот чуть-чуть порассуждать, но вы не придавайте этому особого значения, того, что я сейчас буду говорить. животное. размножается стихийно. Там никакого разума не присутствует. Никакого рассуждения не существует. Вопрос вот в чем. Должен ли человек подчиняться закону стихийности? Или у него все-таки должен присутствовать и разум в отношении такого серьезнейшего вопроса, как дети? Интересно, что апостол Павел, например, говорит, что можно уклоняться друг от друга на время. То есть, он говорит, что это можно. Так вот, возникает вопрос. Возможно ли вот такое расставание, будем говорить так громким словом, супругов на то время, когда они знают, что сейчас, если они будут вместе, у них будет ребенок. Но они могут воздержаться сейчас на это время в силу вот тех объективных причин, когда они явно видят, что сейчас рождение ребенка – это может быть чуть ли не трагедией и для них самих, и для самого ребенка. Вот вопрос. Причем, я говорю о чем? Не о каких-то противозачаточных средствах, тем более не о каких-то абортах. Это совершенно должно быть исключено. Мы ставим только один вопрос. Может, могут ли и должны ли они подходить к этому явлению разумно, рассудительно? и могут ли они уклоняться пока на время для того, чтобы воздержаться, для того, чтобы не было на данный момент их жизни, там, допустим, второго, там, третьего ребенка и так далее. Вот вопрос, перед которым мы стоим. Или он должен стихийно захотелось и все. Или он должен, может, и должен рассудительно относиться к этому. В конце этого подчиняться инстинктам, или подчиняться разуму, как мы подчиняемся, должны, по крайней мере, подчиняться во всех вопросах жизни. Не инстинкту, а разуму. И в данном случае тоже. Сейчас есть разработан очень точный метод узнавания. Говорят, на 99% точно. Ну, почти 100%. Это абсолютно точный метод узнавания, по которому женщины сразу могут сказать, да, какой ее сейчас период. плодный или нет. Абсолютно точно можно сказать. Этот метод есть. Значит, вопрос с какого? С христианской точки зрения. Можем ли, можем ли мы подходить к этому вопросу рассудительно или должны подходить стихийно, инстинктивно? безрассудно? альтернатива. Опасность только в одном здесь. Как мне кажется, мы должны, конечно, подходить разумно. Простую вещь покупаем и то обсуждаем. Чепуху какую-нибудь и то рассуждаем. А здесь такое серьезное дело. Оправданы ли безрассудства? Весь вопрос только в другом. Чтобы не превратить этой доброй вещи рассудительности, как и многое другое мы превращаем, так в угоду своему эгоизму. Но здесь уже, как и во всех других вопросах, во всех других вопросах, всегда наша совесть и наш разум показывают нам. Все можно извратить. Нет такой доброй вещи, которые нельзя было бы извратить. Слышите? Нет ее. И здесь можно извратить. Поэтому мы говорим не о возможности извращения, а о самом принципе отношения. Кто мы? Люди разумные или животные, живущие инстинктами и стихией? Вот что я могу вам ответить на этот вопрос. К сожалению, о нем как-то все время говорят иначе, все время толкают нас на стихию, на инстинкт. Нельзя. Что нельзя? Аборт нельзя. Абортивные средства нельзя. Согласен. А здесь никаких средств, вы слышите, что предлагается? Никаких вообще, кроме одного воздержания. Причем есть метод, когда абсолютно точно, точно могут сказать, на какое время. Все. Итак, все зависит от того, кем мы хотим себя видеть. На каком уровне? Разумно человеческом или стихийно животным? Вот все. Мне кажется, точка зрения оправдана только тогда, если заключить, что Господь никакого участия не принимает в акте зачатие. То есть мы же как животное совокупируемся, произошло зачатие. Ведь есть же здоровые пары, которые годами не могут зачатить. Ну да. Вот, кстати, этот метод помогает. Если мы опять попадаем в ту ситуацию, когда мы избегаем воли Господа о нас. Вот именно разрушить наше видение карьеры научной и прочее, это и есть задача. Ну, это, я говорю, тут надо подходить по совести, по разному, да. Здесь у каждого уже тут своя лакмусовая бумажка, которую мы, ну, не можем мы, а принцип, мы говорим сейчас о самом принципе отношения, о самом принципе, можем мы или нет с богословской точки зрения, то есть христианской, религиозной, можем мы так относиться или нет с рассуждением или должны долой это. Как говорит инстинкт и вся. Кто мы? Вот так. Мне кажется, это очень важно, вот такая постановка вопроса, такова вот ситуация, чтобы мы видели, перед чем мы стоим. Это очень важно, потому что как-то это не осмысливается, вы замечали, что это не осмысливается как-то, а просто одно, что Бог даст, то даст, что Бог даст. Что Бог? Мы должны как? При каком условии? Ну, вот так. Я попытался вам картину представить ясной, перед чем мы стоим и что наиболее, как кажется, правильно с христианской точки зрения. Субтитры создавал DimaTorzok